В общем, очень много, конечно. На самом деле, очень кощунственно рассуждать на тему, а за что? За что можно выслать целый народ? Да ни за что, нет такой причины, нет вообще такого преступления, за которое ответственность должен понести весь народ, даже если бы действительно все это было бы правдой. Сколько это? Тысячи долларов там? Представь, каждой семье дается, каждой! Невыборочно там вы нуждаетесь или нет, ах вы нищеброды долбанные, вот заберите там мешок с продуктами, какой мешок? Пакетик с продуктами. Не так это? А за что выслали? Расскажи, Тумсо, пишет Адик Козырный. Ну, есть официальная версия, которую нам озвучивают, говорят, что типа чеченцы якобы сотрудничали с гитлеровским рейхом. Это официально, но... И это, кстати, говорят не только про чеченцев, ингушей, а это и про всех, про все народы, которые высылали. Но я могу сказать точно про чеченцев и ингушей, у нас, до нас вообще не дошли немцы, чтобы с ними можно было как-то сотрудничать. Много очень сказок рассказывают про то, про какую-то пресловутую белую лошадь, белого коня, которого мы там собирались подарить Гитлеру. Ну, вот, но на этом коне у нас, видимо, ускакал Власов в итоге. В общем, очень много, конечно. На самом деле, очень кощунственно рассуждать на тему, а за что? За что можно выслать целый народ? Да ни за что. Нет такой причины. Нет вообще такого преступления, за которое ответственность должен понести весь народ, даже если бы действительно все это было бы правдой. Это была такая акция геноцида. Просто Сталин решил уничтожить непокорные народы, народы, которые создавали ему проблемы, могли создать ему проблемы. Он понимал, что всю историю идет борьба на Кавказе, на тот момент уже 300 лет она шла. Но он понимал, что это будет постоянный очаг на Кавказе, и он таким образом решил его подавить. Но, как видите, неудачно, не подавил. В итоге мы и выжили, мы и вернулись, мы и восстали спустя 50 лет. И удачно восстали, и победили в этом восстании. И теперь опять пошел этот новый этап истории, когда опять нас теперь угнетают, мы опять находимся под оккупацией и ждем момента. Джамалов. Саламу алейкум, Тумсо. Как у вас обстоят дела с коронавирусом? Алейкум ассалам. Хали Джамалов. Я, честно говоря, не знаю статистики. Не могу тебе сказать количество зараженных, количество умерших и выздоровевших. Но я могу сказать, что никакого карантина, никаких ограничительных мер, кроме ограничения на собрание более 50 человек, в Швеции введено не было. Швеция прошла, ну, рано еще говорить, прошла, проходит, наверное, и до сих пор. То есть, с самого начала появления в Европе этой эпидемии, с момента пришествия ее в Швецию, никаких больше мер Швеция не принимала. Шведы как-то по-своему решили бороться с этим. И, ну, я думаю, что это успешно, в принципе, пока какой-то паники здесь нет, в любом случае. Есть люди, уже мои знакомые, которые переболели чем-то, что я думаю, скорее всего, это был коронавирус. То есть, по симптомам это очень похоже. Но, разумеется, никто это не диагностировал. Да и вообще в Швеции ко всему этому подход, знаете, такой очень хладнокровный. Вообще надо отметить, что в Швеции медицина, она очень такая хладнокровная. Если ты придешь в шведскую скорую помощь, здесь есть, она acute называется, это то место, куда ты приходишь экстренно, как бы, вот у тебя конкретно сейчас что-то болит, и тебе нужно вот сейчас что-то с этим сделать, и ты идешь туда. Вот когда ты туда приходишь, допустим, с головной болью, там, с какими-то симптомами, температура у тебя, там, что-то у тебя внутренние органы какие-то болят, они берут у тебя анализы, и если эти анализы не показывают, что тебе нужно какое-то срочное лечение, типа, допустим, антибиотики, прописывание антибиотиков, то тебе говорят, слушай, иди домой, выпей воды, побольше отдыхай, не нервничай. Здесь нет такого, что ты пришел, вот как у нас в девятую горбольницу, и будучи абсолютно здоровым человеком, и тебе выписывают лечение, там, на двух листах, лекарства, которые тебе нужно купить. Здесь такого нет. Наоборот, делают все возможное, чтобы тебе ничего не выписать. Никаких лекарств. Максимум, если ты будешь говорить, ну, у меня болит, я не могу терпеть боль, мне вот прям больно, тебе скажут, ну, ладно, вот тогда вот выпей, вот обезболивающее. Это не то обезболивающее, которое по рецепту. Это обезболивающее, которое тебе продается без рецепта, типа парацетамола, ибупропена, что-то такое. Слово антибиотик, это здесь почти как наркотик. Если ты скажешь, пропишите мне, пожалуйста, антибиотик, тебе скажут, ты что, упал, что ли, откуда-то? Нет, конечно, чтобы выпустить антибиотик, ты должен быть очень болен. Там у тебя бактерии уже, тебя должны съедать. То есть здесь совершенно иной подход, здесь к ставку делают на иммунитет. Вся ставка шведской медицины – это иммунитет. Они вмешаются только, если там уже вот нельзя не вмешаться. Поэтому и с коронавирусом здесь было примерно так же. Те люди, которых я знаю, они обращались к медикам, им говорили, так, у вас есть какие-нибудь проблемы с дыханием, там, что-то такое, нет, пока вроде дышим сами, все, тогда лечитесь дома, иммунитет справится, побольше отдыхайте, пейте воды, все будет хорошо. И, кстати, действительно, люди вылечились. Квала Аллаху. Саламу алейкум, Тумсо. В Германии люди, оставшиеся без работы из-за вируса, самостоятельные рабочие и фрилансеры получили помощь от государства от 6 до 9 тысяч евро, а кадыровцы раздают овощи и хлеб выворочно, снимают все на камеру, хвалят Рамзана и мать его, называют свою помощь беспрецедентной. Алейкум, асаламу алейкум, 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 алейкум. Я вот как раз об этом и говорю, что, вы понимаете, весь мир сегодня практически столкнулся с этой пандемией. И практически все страны как-то борются с этим, действительно, все объявляют эти карантины. И во всех этих странах Европы оказывается помощь тем людям, которые оказались без работы, лишились возможности трудиться, зарабатывать, из-за введения вот этих ограничительных мер. Власть им всем помогает, причем помогает конкретно в разы больше, чем это делается в Чечне или в России. В разы тысячами евро люди получают. И нет никакого пафоса вокруг этой истории, нет никаких фондов, которые типа это делают, выдают это за свою благотворительность. Нет Трампа, которого бы все благодарили, о, ты нам дал по сколько-то тысяч долларов. Представь, каждой семье дается, каждой. Невыборочно там вы нуждаетесь или нет, ах вы нищеброды долбанные, вот заберите там мешок с продуктами, какой мешок, пакетик с продуктами. Не так это делается. А вообще в принципе просто государственная программа, помощь всем. Каждый, кто остался без работы, должен получить помощь. Все, всем помогаю. Никто не благодарит Меркель, не называет ее Меркнан. Мать. Как это перевести? Мать родины, что ли там, мать страны. Никто ее так не называет, за это не благодарит, понимаете. Ничего из этого не происходит. А в Чечне какие-то жалкие подачки людям дают, при этом упрекая их в том, что они нищеброды. Дают и то выборочно, не всем, не каждому, кто остался без возможности там трудиться, а вот просто выборочно их дают, эти пакетики. И столько пафоса. Мы помогаем, мы вот такие, мы сякие. Су алейкум. Салам алейкум. Считается ли садака, если у фонда взял деньги в федеральном бюджете из зарплат учителей и потом от своего имени раздал накупленные за эти деньги еду среди голодных мусульман? Кому засчитается садака фонда или тем, кого эти деньги? Попадает ли это под хадис о происхождении фиников? Алейкум ассалам. Я не могу говорить, что попадает под какие хадисы, это все-таки не мой уровень. Но я точно могу сказать, что нельзя отнять у одного человека и потом, типа, выдавать это за благотворительность. Ты с этим человеком разберись, которого ты отнял, ему лучше верни, вот это будет для тебя, садак. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»